Здаровч! Только тот, кто не играет в Genshin Impact, мог не заметить последние изменения. Что с игрой не так? Пациент скорее мёртв! Прежде чем делать поспешные выводы, советую досмотреть видео. Сама игра не изменилась, поменялось отношение комьюнити к игре. Почему мы продолжаем играть в Genshin Impact, я рассказывал в одном из роликов. Ссылка в правом верхнем углу. Но почему же именно сейчас многие соскочили с иглы Genshin-зависимости? Во-первых, карты. Разработчики решили посвятить актуальное обновление призыву семерых. И судя по комментариям, большинство не переваривает этот режим. Поначалу, как и всё новое, карты были интересными, но потом лично меня задушили дайсы. Сделать кристаллы маны рандомными, это прям революшн духоты. Когда при недостаточном везении можно по несколько ходов подряд не разыгрывать ничего, потому что дайсы не прокнули. Вот есть забавный рандом, когда чел топдекает Йоксарона и убивает себя пиробластом, а есть дайсы. Ну вы поняли. Плюс можно добавить экзамены, у кого-то практика, диплом и времени на Genshin попросту нет. А кто-то прыгнул в Ханкай Стар Рейл и копит на Кавку с Блэйдом. Но пару дней назад разработчики скинули анонс последних ивентов актуального патча. Первый с 14 июня по 26, требования 30 ранг, сюжет команд штата и это снова боевые испытания, только с боссами. Сложность адаптивная и на максималках испытания порвут твой эс. Но как и всегда, чтобы забрать уже стандартные для большинства ивентов 420 примагемов, проходить максимальную сложность и не надо. Будет достаточно набрать немного очков и примагемы в кармане. То есть ивент как бы бросает вызов игроку, но никак это не поощряет. А второй ивент с 21 июня по 7 июля тоже требует сюжетку монштата и уже 20 ранг приключений. Но предлагает пробных персонажей, да и вообще для его прохождения и персонажи не особо нужны. Когда там есть ваншот машина, останавливающая время и пройти всё можно одной кнопкой. А награда те же 420 примагемов. Ну и последний ивент вообще разлив артерий с двойными наградами. Хорошо, когда события лёгкие и новички могут проходить их особо не запариваясь над персонажами. Правда для тех, кто играет давно, подобные ивенты словно прогулка минут на 10. За исключением некоторых с диалогами на несколько часов. Да и по наградам 840 примагемов с последних ивентов до конца обновления как-то не густо. На Кадзуху точно не хватит. Придётся донатить. А сэкономить на этом поможет Геншин Дроп. Думаешь скам? Стоп, уже давно доказано, что подобная схема доната вполне рабочая. Геншин Дроп ворвался в комьюнити и показал, как можно экономить на донате. И продолжает заниматься этим больше года. Вкусные цены, оплата карты через надёжный сервис и удобный вывод по ЮИД. Не нужно передавать аккаунт, пароли. Сайт зарекомендовал себя как вполне надёжный способ сэкономить. Геншин Дроп. Сохрани свою почку. Получай примагемы выгодно. По ссылке в описании. По итогу патч 3.7 откровенно кислый. Не скипнули его только те, кто хотел выбить Кадзуху или кого ещё из нынешних баннеров. Все ждут новых персонажей, Фонтейн. А на следующий патч 3.8 разработчики не анонсировали новых персонажей. Что меня удивило. В прошлом году перед Сумеру добавили Хейдза, а в позапрошлом Кадзуху. А сейчас нет никаких крючков, способных зацепить игрока и побудить закрывать актуальный контент. Очень странное решение Хайверс, но как по мне, это затишье перед бурей. На ближайшем стриме разработчиков наверняка будет тизер Фонтейна. И тогда все побегут копить примагемы на офигенского Гидроархонта. Правда, когда уже Хайверс поймут. Игра в бесконечные филерные диалоги это не то, что хочется видеть в экшен-рпг. Наймите уже серьёзных сценаристов, пропишите годные сайдквесты, дайте кнопку скипа диалогов на конец. Не, нихуя.